здравствуйте друзья сегодня мы ведем наш выпуск из магазина мир музыкальных инструментов тик так что на улице константиновская 10 городе киеве и предметом нашего обзора сегодня будут студийные мониторы пройдем-ка закрома друзья сегодняшний наш обзор студийных мониторов м аудио модель м3-8 3 это значит три полосы а 8 это значит 8 дюймов басовик не трудно заметить что как и в предыдущей модели м36 средне высокочастотные звенья расположены коаксиально и выполнены такие по такой же технологии как и те мониторы только значительно большего размера может не значительно большего размера это следующий шаг калибра 8 дюймов это пожалуй максимум что выпускается из мониторов для ближнего поля с таким диаметром басовика посмотрим параметры этого монитора на сайте производителя заявлено что этот трехполосный активный studio монитор конечно три полосы лучше чем посмотрим что он еще умеет чем славен и не всего и монитор диза скрайзе санитит вот так лучше итак из достопримечательностей которыми славен этот монитор написано что сзади установлен порт фазоинвертора 8 дюймов кевларовый низкочастотный динамик 5 дюймов тоже с диффузором из кевлара среднечастотный динамик и 1 дюймовый шелковый купленный twitter с фазовыравнивающим телом я так понимаю 3 ампинг класса b 220 ватт общей мощностью 3 ампинг то есть на каждый из динамиков том числе на 1 дюймовый шелковый купленный twitter будет имеется свой собственный усилитель мощности xlr входы и 1 4 дюйма то есть джеки балансные входы и арсии небалансные входы имеются то есть три вида подключения трехполосный эквалайзер с байпасом то есть его можно отключить совсем и переключаем low cut фильтр сзади расположен управление и включение питания частотный диапзон 38 герц 22 килогерца кроссоверы частоты 450 герц между вуфером и мидом и между мидом и твиттером 3 9 десятых килогерца мощности усилителя низкочастотный динамик кормится от 150 ваттного усилителя среднечастотный динамику 35 ваттного и twitter тоже 35 ваттного усилителя не знаю насколько они востребованы но это здорово он имеет запас по перегрузке low pass фильтр обрезной имеет может быть отключен флэт может быть с частотой среза 60 герц и 80 герц это может понадобиться как для согласования с сабвуфером так и просто подстройка под помещение с не очень хорошей акустической обстановкой эквалайзер содержит 3 3 регулятора трехполосный эквалайзер low pass фильтр плюс минус 6 децибел с средней частотой на 100 герцах mid среднечастотный фильтр плюс минус 6 децибел с частотой средний 1 килогерц и высокочастотный фильтр плюс минус 6 децибел с частотой 10 килогерц бэйпас имеется то есть можно его совсем отключить входной импеданс 20 килоом на балансном подключении 10 килоом при небалансном подключении входная численность 85 милливольт при подаче розового шума генерирует 90 dba сипелей в одном метре от монитора на максимальном положении регулятора громкости защита от перегрузки потоку от температуры при переходных процессах включения и выключения сабсоник фильтр и мейнфюз предохранитель имеется кабинет корпус выполнен из вот вине винилом ламинированное дерево но очень хорошо смотрится то есть я могу показать она смотрится реально как настоящее живое дерево мне лично очень нравится люблю такие дружественное покрытие вместо скажем так индустриальных размеры корпуса 268 на 300 на 434 на 285 миллиметров вес мониторов 12,8 килограмма пока я их поставил на стол друзья мои в это охотно поверил вообще хорошая вещь должна быть тяжелой согласен так оно в аудио и обстоит посмотрим на заднюю панель этих мониторов мы видим разъем для подключения сетевого шнура фьюз предохранитель включатель питания выбора напряжения питания питающей сети видим радиатор который показывает лишний раз о том что усилитель класса а б входные интерфейсы это балансные xlr балансный джек и не балансный rca эквалайзер байпас сейчас он выключен вот он включен low cut flat в положении в среднем может быть в положении 80 или 100 герц отсечка честно говоря тут написано что отсечка 60 герц и 80 герц а на самом мониторе мы наблюдаем конкретно цифры 80 и 100 герц кому верить даже не знаю почему это уже не первый раз в описание монитор вам аудио но я больше склонен верить тому что написано на мониторе все-таки уже вещь включена и готова к работе вряд ли тут бы сделали ошибку а на сайте ну возможно кто-то что-то перепутал и так регулятор уровня дискретный имеет фиксированное положение возможно около 30 со средним положением 0 дсб в верхнем положении low то есть тембр назовем это так низких частот точнее это низкочастотная коррекция плюс-минус 6 дсб также дискретно средним положением вверх мид тоже среднее положение вверх плюс-минус 6 дсб и высокочастотная коррекция плюс-минус 6 дсб тоже самое мы все выставили в среднее положение для того чтобы их послушать порт фазоинвертер расположен в верхней части он щелевой что ж послушаем как звучат эти мониторы эти топы этом аудио напомню это мониторы модели м3 8 этом аудио писать будем на правый левый микрофон на мой лаптоп звуковая карта рядом с ним лежит а будем управлять звучанием с него включу запись микрофона потом подложу этот файл к нашему видео сначала коричневый шум для уровней и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, каждый, конечно, выбирает инструмент, рабочий инструмент для себя сам, как считает нужным На этом позвольте закончить этот обзор Счастливо, спасибо, что были со мной До следующих встреч, пока, друзья!